Ну, собственно говоря, мы готовы рассказать вам, чем закончатся эти выборы. То есть вы понимаете, что они закончатся, конечно, переизбранием Путина, переназначением Путина для этого они придуманы, но мы сегодня готовы уже и подробности вам рассказать. Вам не нужно ждать 18 марта для того, чтобы знать результаты выборов. Я обещал на прошлом эфире, что мы запустили, запустим нашу социологическую службу, особенно в связи с тем, что Левада-центру, последнему независимому социологическому центру, запретили публиковать рейтинги кандидатов, вообще запретили публиковать любые данные о выборах. Мы запустили нашу соцслужбу, она будет делать один социологический опрос, общероссийский или большой региональный, в неделю. У нас социологическая служба работает с 2013 года, и мы многократно доказали, что делаем прогнозы на выборах лучше, чем большинство социологических служб. Мы совершенно точно не врём, мы всё делаем по методике. Нам не имеет смысла врать, да? Нам гораздо важнее, чтобы вы верили нам, потому что социологическая служба на ваши деньги работает, и поэтому если вы увидите, что результат не совпадает с нашим прогнозом, ну вы перестанете давать на неё деньги. Поэтому наша социологическая служба работает очень и очень точно, и сейчас, внимание, я расскажу вам об очень неожиданных результатах выборов. Значит, давайте сначала посмотрим слайд информированности о выборах. Вы видите, что много людей всё-таки говорят о том, что есть выборы, будут происходить выборы, поэтому почти все избиратели знают, что выборы пройдут в Российской Федерации, и в этом смысле выполнил телевизор свою задачу. Давайте посмотрим. Следующий слайд, он очень интересный. Кто же, мы спросили, а кто же заявил о своём намерении участвовать в выборах? И вы видите, что все, конечно, знают про Путина, все знают про Собчак Ксению Анатольевну, это активно встречается по телевизору, была большая тема, Жириновский, Явлинский. Обратите внимание, вот очень интересно, знают про Грудинина и знают про Зюганова. Вот это отдельная, очень интересная вещь, которую нам было интересно поисследовать, потому что Грудинин вот так вот внезапно заявился, а традиционно же участвовал в Зюганов, и вообще мы хотели понять, знают ли люди о том, что есть такой Грудинин, знают ли люди о том, что он идиот, ну мы видим, что довольно много людей знает, но довольно много людей по-прежнему считают, что в выборах участвует Зюганов, в связи с этим мы отдельный, сделали открытый вопрос, а кого выдвинуло КПРФ? И получили довольно любопытные результаты. Ну и где же слайд? Вот он наш слайд. Мы видим, что большая часть людей, да, 33%, все-таки в курсе, что КПРФ выдвинула Грудинина, но 15% избирателей по-прежнему, видите, кстати говоря, огромное количество, не знаю, из тех, кто считает, что он что-то знает, 15% людей говорит о том, что Зюганов вообще выдвинули. Это тоже такая интересная вещь, показывающая, а, насколько мало внимания к этим выборам, б, насколько кандидаты особо, в общем-то, не увлечены своей избирательной компанией, не смогли донести эти вещи. Ну, собственно говоря, мы много здесь обсуждали, что невозможно вести компанию в течение трех месяцев, невозможно новому человеку выйти и получить какие-то высокие результаты без активного ведения компании хотя бы в течение года. Ну, так, значит, результаты, самое интересное. За кого бы вы проголосовали, если выборы были бы в ближайшие выходные? Смотрите, пожалуйста, результаты. Это мы видим от 100%. Безусловная победа Путина. Интересно, что практически одинаковые результаты у Жириновского и Грудинина. Ну, и на уровне, реально, на уровне статистической погрешности это Собчак, Титов и Явлинский. При большом, ну, при не таком большом количестве определившихся, и у нас есть последний слайд, которым мы можем дать уже наш официальный текущий прогноз, какой же будет результат. У нас есть специальная модель, как мы считаем, неопределившихся. Вы видели, их было 21%. Ну, на выборы-то в те, кто придут, они все равно как-то проголосуют. Мы разработали модель, которая на выборах в Госдуму довольно четко и правильно предсказала результаты. Поэтому последний слайд мы показываем, каковы же будут результаты выборов 18 декабря. Владимир Путин победит. Не-не-не, это другой слайд. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нам нужен последний слайд. Извините за этот маленький провал. Кое-кто получит по шее. Вот, пожалуйста, смотрите. Вы видите. Вот примерно такой результат. Мы, конечно, каждую неделю будем голосовать. Владимир Путин получит 78%. Совершенно точно больше 70%. Единственное, сколько-нибудь, это даже не искать интрига, какое-то любопытство вызывает, кто же займет второе место, Жириновский или Грудинин. Все остальные займут в районе 1%. И этот, ну, я думаю, что я вряд ли кого-то сейчас прямо сильно удивил или сильно шокировал, потому что это же было предопределено. Помните знаменитые совещания, с которых были утечки о том, что администрация президента поставила целью 70 на 70? 70% явки и как минимум 70% за Путина. Ну, так, двигаясь к этому результату, они сели, провели социологию и посчитали, каких кандидатов нужно пустить на выборы или уговорить идти на выборы для того, чтобы Путин гарантировал себе результат больше 70. И это прекрасно сработало. Они отстранили меня, кандидата, который вел реальную избирательную кампанию, а все остальные и дали им такой замечательный расклад. Поэтому, ребята, я просто хотел обратиться к тем, кто, ну, пребывает в каких-то иллюзиях достаточно смешных. А вот второй тур. А вот что-то мы сделаем. А вот опрокидывающее голосование. А вот будет много недействительных бюллетеней, и поэтому второй тур. Не будет никакого второго тура. Не может его быть. Ну, люди сели и посчитали, они же тоже не дураки. Они провели социологию и выяснили, кого нужно притащить на выборы. Что они должны делать для того, чтобы был такой результат? И если, конечно, вам ужасно важно и ваша, не знаю, политическая цель, и ваше представление о том, что сейчас важно для страны, заключается в том, что надо помочь Грудинину занять второе место, или наоборот, помочь Жириновскому занять второе место, поэтому ваш голос важен с точки зрения, кто займет второе место, Грудинин или Жириновский, с результатом там меньше 10%. Ну, тогда идите. Тогда идите, я не буду вас даже уговаривать. И если вы все-таки считаете, что выборы – это нечто большее, чем соревнования за второе место кандидатов ЛДПР и коммунистов, не ходите туда, ну, не будьте частью этого позорища. Вы туда пойдете, и вы там распишетесь. Я признаю это все. Я считаю это выборами. И ваш кандидат получит свой законный 1%. Ну, или 78%, если вы проголосуете за Путина. Не надо быть частью этого всего. Мы должны в целом отказаться признавать это выборами. Мы должны очень активно убеждать людей, что это те 78%, они не значат ничего. Вы туда пойдете, и для вас эти 78% будут значить, что вы избрали себе президента. Что это настоящий президент, который стал президентом благодаря голосам и голосованию. А если вы туда не идете, вот это ваша личная позиция, указывающая на то, что вы это не признаете. Вы не часть этого всего. Это мошенничество. Это заранее запрограммированный результат. Мы будем делать такие прогнозы, ну, не такие прогнозы, такие опросы каждую неделю. На следующей неделе у нас будет опрос по Екатеринбургу. Почему? Мы хотим еще сделать, мы хотим выяснить, что же думают большие города. То, что мы вам показали сейчас, это вся Россия. Погрешно, кстати говоря, это вопроса 3,5%. Ну, то есть, на самом деле, вот все, кто показывает, там, Явлинский, Собчак, Титов, маленький процент, это все примерно одно и то же. Погрешность какая-то, естественно, там есть. Но вот в рамках этого ничего не изменится. Но существует, опять же, такая идея, которую стоит проверить, что вот в больших городах все совсем иначе. Москва своим голосованием прямо все изменит. Санкт-Петербург все изменит. Новосибирск и Екатеринбург все изменят. И мы проведем опрос в Екатеринбурге. Почему там? Потому что он очень точно предсказывает результат Москвы. Вот, например, голосование за Прохорова в Москве и в Екатеринбурге различалось на одну сотую процентного пункта. В Москве просто очень сложно провести опрос в связи с особенностью города. Здесь много приезжих, тут сложно дозвониться до тех, кто имеет право голосовать. В Екатеринбурге это проще, а результат очень близкий к московскому. И это такой типичный большой город. И по рейтингам кандидатов в Екатеринбурге мы можем их очень точно прогнозировать для любого города-миллионника. Посмотрим, конечно, на это на все, но я думаю, что расклад будет примерно такой же. Эти выборы предопределены, участвовать в них не нужно. Спасибо огромное всем волонтерам, которые участвовали в этих опросах, продолжают участвовать. Приходите к нам, записывайтесь. Это очень важно. Мы хотим давать людям нормальную, честную социологию. Она у нас именно такая.